Вызов неотложной медпомощи станет дороже? Что? Стоп, ну нет. Ставь лайк этому видео, это точно ничего не стоит. А пока давайте разбираться, что меняется в ценах неотложной медпомощи. С 1 октября услуги неотложной медпомощи станут дороже. Новости с таким похожим текстом быстро запомнили новостные порталы и социальные сети. Конечно, последовала и реакция. Но давайте начнем с самого важного. Бесплатный вызов неотложной медицинской помощи остается бесплатным. Слышал? Бесплатным. И это важно. Расскажи об этом бабушке, семье и друзьям. Делите этим видео, чтобы никто не боялся, что не сможет заплатить за вызов, если случится действительно что-то серьезное. В таких случаях, не задумываясь, звони 113. Сам звонок для вызова медиков бесплатный. Но помни, неотложка – нескорая помощь. Поэтому оцени, в каких случаях надо вызывать медиков. Определиться тебе в том числе поможет принимающий звонок диспетчер. А еще наше видео из рубрики «Давайте разбираться». Ссылку на него ищи в описании. И обязательно посмотри. Там мы уже говорили про необоснованные вызовы, которые не неотложны. И именно они станут дороже на 6,59 евро и будут стоить 91,52 евро. Еще раз. Если ситуация критическая, вызов неотложной медицинской помощи остается бесплатный. Кому же придется платить больше? Тем, кто для проведения мероприятия должен обеспечить бригаду медиков на месте. Такое дежурство будет стоить 112 евро в час. Или, например, за транспортировку пациента в следующий ближайший стационар, если человек сам так решил. А предписаний для этого нет. Такая поездка стоит 92 евро 67 центов за вызов. Кстати, такой услугой в прошлом году воспользовались более 100 раз. Если интересно, здесь можешь подробно посмотреть, что и сколько стоит. Может, ты уже слышал, что службы неотложной медпомощи уменьшают бюджет? Хочешь узнать, как это повлияет на нас с тобой? Пиши об этом в комментариях и разберемся вместе.